Но надо идти дальше Второй мотоцикл продаю и Каждый раз грустно Что ты ими отобедал Нежная как плед Создатель каждого куплета Сильная как ветер Поклонница черного цвета Верность ее креда Изящная пампера Разрывает вас на части Пробирает как холера В этих городских притонах Муза моя вера Одновременно нищенка Одновременно королева Посмотрите какая Москва красивая Много красивых людей И сегодня Что сегодня Среда Ну у метро вообще было Полно людей Все веселятся Пусят Давно тут не был Особенно на метро Давно не катался Скажу сразу Я У меня было несколько фаворитов Я очень долго выбирал Это где-то Порядка трех недель Я Отсматривал Разные Объявления Потратил кучу денег Просмотр Объявлений через автотеку Вот Какие-то нюансы Для себя там Извлекал Потом созванивался С хозяевами И они даже Ну Не знали об этом Да Допустим Что у них Автомобиль был Ой мотоцикл Был ДТП Вот Ну то есть По нему не видно Но он Он как бы Другим хозяином Где-то Притерся Вот Это оформили Через страховую Ну и Он появился Нифига себе И он появился В базе Следующее Иногда Наталкивался На такие Объявления Где Прям в объявлении Писали Что Мотоцикл Был в ДТП Но Это было Сделано Для того Чтобы отпыть Деньги Через страховую Но Когда я Созванивался С людьми Вот С этими С двумя Парнями Созванивался Спрашивал Что за характер ДТП был Ну они мне Рассказали Что Как бы Пытались Нагреть страховую Но у них Ничего не вышло Ну Потому что Страховой Не дураки Сидят Красава едет Вот Так вот У меня было Три фаворита Это МТ-07 Это Тридент 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 660 И Что еще А Дукати Скрамблер Но По Дукати Скрамблеру Я в результате Отказался Потому что У него надо Делать Десмосервис Каждые 24 тысячи Килонит Вести Не ошибаюсь Это Соответственно Дополнительные Деньги Также Мне знакомые Советовали Купить Девятку Ну Обратить Свою внимание На Девятку Потому что Якобы После 590 Мне будет Его мало Семерки Так вот Семерки Будет Мне мало Надо Брать Девятку Сразу Блин Девятка Слишком Злая И С 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 Мне Как бы Ну Не знаю Пока Думаю Рановато Вот Что Я искал Мотоцикля Мне Нужен Был Нейкед Мне Нужен Был Мотоцикл Который Может Не Сто Тридцать С 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 Он Больше Но Для Него Это По Мотору Некомфортно Там Все Таки Один Цилиндр Соответственно Мне нужен Был Нейкед Который Мог И С 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 хорошо себя держать на трассе. Да то, что naked, мне вообще без разницы. Мне путешествовать комфортно было на дюке. Конечно, на другом мотоцикле было бы комфортнее, на который приспособлен к таким поездкам, но все равно. Так, я уже почти пришел, сейчас буду звонить. Так, я еще не пришел, идем дальше. Так вот, у меня надо было, у меня было несколько вариантов. Короче, я решил остановиться на МТ-07. О, нифига себе, пацан едет без шлема. Останится на МТ-07. Первый вариант ушел от меня буквально в день продажи дюка, но днем. Я так на него рассчитывал, он был на зеленых дисках, то что я и хотел. Потом следующий вариант я готов был взять. Так, куда мне? А, я готов был взять. Он был. Хорошая цена, хороший год, пробег. И он, оказалось, что владелец сейчас в Турции. Мы с ним списались, он вообще много чего рассказал. Такой, ну, видно, что адекватный хозяин. И он переезжает только через неделю. Блин, я не знаю. Я как бы сказал, ну, сообщу ему на днях, подождусь или нет. Вот. Но у него был черный мотоцикл полностью. У меня хотелось все-таки на зеленых либо оранжевых дисках. Потом я нашел на зеленых дисках, чуть подороже, и договорился завтра о просмотре. Но тут я почему-то обратил внимание на достаточно недорогой тридент. То есть он дороже этой МТЭХе, которую я должен завтра смотреть на 50 тысяч. Но там зато столько опций. То есть, там 21 год, во-первых. Вторых, 3500 пробега. В-третьих, так, у меня сюда. Главное, пацаны, отключаюсь. Пацаны, я еду внутрь МТЭХе. Что там? Пишет, нет? Вот первый выезд. Да, прикольно. Ручки, правда, не оригинал были по всему. В общем, я купил Triumph Trident 660 2021 года с пробегом 3500. На мотоцикле уже установлен квикшифтер двухсторонний, есть АБС и трекшн-контроль. Максимум разгонялся до 177 километров. Дальше пока страшно. Дорогу держит прям гораздо лучше, чем Дюк. Так, а как за... Как заводить-то? Не понял. А, тут подцепление надо. Платный обзор посмотрел. Первая скорость у него до 73, вторая до 101, третья до 130, вроде бы и так далее. Можно весело стартовать со светофоров, можно ехать в пенсионном режиме, не крутят двигатель. Тянет он с низов, у него ровная полка момента, там, с 3000 до 9. Можно по городу просто ездить на пятку передачи и куда-нибудь переключаться. Подробно расскажу уже в следующем видео, когда запишу мини-обзор на этого мотоцикла. Блин, вот это он наваливает. Вот это он наваливает, пацаны. Би-эр-пи. Что такое вообще? Ну что такое? Что такое? Я теперь британец. Да ладно, серьезно? Да, здорово. Да, вот только сейчас купил. Серьезно, правда? Да. Круто, представляю. Чего, уже на номерах? Ну, так он, ну, другого человека был. Ну и как оно? Слушай, после дюка, конечно, бомба. 660, да? Да. Классно на таком каталась, мне тоже понравилось. А, я знаю, да. Пацаны, пацаны. Включи приборочку, посмотрите. Ага. Что там у него? О, Британия даже здесь. А, вот так вот. Нормально. Ну, окей, я посмотрел. Спасибо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, вчера, знаешь, как облом на... Без мотоцикла. Один день? Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Короче, у меня, у меня выбор был между МТ-07. Вот, я уже на завтра договорился на осмотр МТ-07. Но этот на 50 тысяч дороже. и за фарширон 800 ну этот тигран за 750 отдавал такой так понимаешь, сейчас цены в салонах под лямб такие и то с большим пробегом ну у него нет подножки одной и разбита приборка ему просто приборка разбита ему горело, да, ему горело и он за 650 в итоге отдал офигеть а так это 21 года 3700 пробег так, ну что, помодничал на ВДНХ сейчас едут к друзьям в тонке поподробнее сниму уже завтрак для вас обзорчик смотрите, что мы написали здорово а мы-то думаем, кто за счет платит ты же новый бай купил проставляйте, да, проставляйте заказывай так, еще 10 Тольятро прикольных издравляю а ты продал этот тигр, да? ааа, да вчера хороший, хороший блядь, хороший мотоцикл да, вообще, блядь на круглый фар, блядь жасик хочу, заебись мне вот этот больше нравится как у меня похоже, да? еще не оформил даже? блин, слышь, номер отлетел про ИБАМ, что ли, путь сказать ага реально? да не, ну не мой старый номер так, едем сейчас на едем сейчас к Тимуру на сервис будем менять масло будем менять антифриз тормозную жидкость вот первый раз я всегда к нему еду а так потом масло буду сам менять ну, антифриз и тормозую проще заменить сервис чем самому так считаю так, включаем музыку и погнали о, заказ доставлен а что у нас там? а, у нас там опоры для подката вот эти черные здесь у меня стеса на глушители на ТТМ это не заказал такие же но ну, 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 блин Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Другая связана с торможением Другая связана субтитры делал DimaTorzok Другая связана субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Другая связана 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 субтитры делал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, Илья, поехал. Так, сейчас будет выцеплена камера. Да, тут прям только примерно. Понимаешь, что тебя поворотники сгорают? Я там недавно увидел. Не знал, да? Да. Там несколько тип настройки. Чего? Всего. Не знаю. Слушай, у меня почему-то и блютуза нет. Хотя он должен быть. Я не знаю, как это в базовой должно быть. У меня даже крикшифтер стоит, а блютуза нет в настройках. Надо позвонить дилеру, узнать, где спрятал блютуз. А они остались еще у дилера? Гран Мото. Я знаю. Мне казалось, они уже как-то в серую стали работать. Блин, нафиг знает. Триумфу продаются, можно купить. Да, да, да. Да, да, да. Ну и мальчикам, и девочкам, если что, кто голодный, мы взяли с запасом. Как бы, если что, подходите, говорите. О, ура. Этот день подошел к концу. 16.45. Приехали и начали в 11. Они еще там что-то тестируют, но я все-таки сам последний уезжаю. Но было прикольно. Так что ролик выйдет вообще как-то через два дня вроде как. Но не факт. В общем, ждем. Там будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово. Привет. Нифига, вот это встреча. Сколько наездил уже. А? А? Субтитры сделал DimaTorzok Такой же кайфарик, на таком же, в общем, мотоцикле черном. Что-то прикол. У него правда выход из неоригинар. Не продается. Представляете, сейчас ехал на садовом, остановился точно такой же. Да? Да, только у него не стоковый глушитель. Просто черный. Я сидел. О, нифига себе, гопники приехали. Это гопники. Это стрипкиллеры которые? Да. Нет, это стрипкиллеры, но это уже старшие стрипкиллеры, как бы. Такие серьезные. Те-то на питбайках. Те-то на питбайках. Те-то на питбайках. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok